Несмотря на высокую боевую напряженность и обилие разнообразных задач, личный состав ограниченного контингента советских войск в Афганистане регулярно занимался боевой подготовкой. Она осуществлялась на основе тех же нормативных документов, которыми пользовались все военные округа. На основе требований, приказов и директив министра обороны Советского Союза, начальника генерального штаба и ВМФ, организационно-методических указаний по боевой подготовке сухопутных войск, ВВС и ВДВ, приказов командующего войсками Туркестанского военного округа с учетом практики боевого опыта, особенностей и характера выполняемых задач, подготовки войск к боевым действиям в условиях пустынной и горной местности. Однако боевая подготовка соединений и частей ограниченного контингента имела некоторые особенности и состояла из подготовки офицеров, младших специалистов и молодого пополнения на территории Советского Союза и из подготовки всего личного состава в частях и подразделениях 40-й армии в Афганистане. Подготовка на территории СССР в начальный период пребывания советских войск в Афганистане, отобранные для службы офицеры всех степеней, направлялись в свои части без особой дополнительной подготовки, после короткого ознакомительного инструктажа в Туркестанском военном округе. Однако практика боевой деятельности, в частности выполнение некоторых незнакомых ранее офицерам задач, показала необходимость определенной переподготовки офицеров, особенно служивших до этого в скадрованных подразделениях. В условиях интенсивной боевой деятельности, такую переподготовку только в системе командирской учебы, непосредственно в частях и подразделениях контингента, организовать было крайне трудно. В связи с этим, с осени 1984 года, перед направлением офицеров в Афганистан, с ними проводились специальные занятия на территории Туркво, по некоторым специальностям в течение месяца. С октября 1985 года для этой цели были созданы штатные подразделения резерва офицерского состава по специальностям, где с предназначенными для службы в контингенте офицерами проводились занятия по особой программе, разработанные с учетом опыта боевых действий в Афганистане. В составе подразделений резерва, например, мотострелковых, воздушно-десантных и десантно-штурмовых войск, офицеры отрабатывали вопросы организации и ведения боевых действий в горно-пустынной местности, обучались использованию горного снаряжения, скалолазанью, преодолению горных рек, ущелий, труднопроходимых участков местности, постигали методику обучения личного состава горной подготовки. В конце первого месяца обучения офицеры сдавали экзамены по горной подготовке. В подразделениях резерва офицеры совершенствовали, а прибывшие из скадрованных частей восстанавливали свои навыки в проведении занятий с подразделениями, в том числе и по 12-дневной программе, принятой в войсках 40-й армии. Учились выполнять разнообразные задачи в отрыве от своих войск, например, на сторожевых заставах, обеспечивать автономное несение службы своего подразделения. В конце подготовки в подразделениях резерва офицерского состава проводились пятисуточные полевые выходы в горы для проверки усвоения офицерами программы обучения. Офицеры-десантники совершали прыжки с парашютом. Офицеры-танкисты, артиллеристы, связисты, инженеры и другие специалисты обучались по своим программам, главным элементом которых было применение частей и подразделений родов войск в горных условиях во взаимодействии с общевойсковыми частями и подразделениями. Непосредственно перед направлением в состав контингента с офицерами проводились занятия в штабе Туркво в течение трех дней, где их знакомили с последними данными о военно-политической обстановке и задачей той дивизии или полка, куда направляются офицеры. Молодое пополнение для частей и подразделений ограниченного контингента первоначально, до весны 1984-го, готовились на территории Советского Союза в течение двух месяцев в учебных частях Туркво. Как показала практика, такая подготовка не удовлетворяла требованиям, которые предъявлялись солдатам в бою. Начиная с весеннего призыва 1984-го года, подготовка молодого пополнения в учебных подразделениях Туркво стала проводиться по трехмесячной программе. Переход на нее потребовал продлить срок службы в Афганистане солдатам на один месяц и увольнять их несколько позже, чем проходящих службу в других военных округах и группах войск. Трехмесячная программа подготовки молодого пополнения предусматривала месячную одиночную подготовку всего личного состава по единой программе в горной местности. В последующие два месяца готовились уже солдаты-специалисты, автоматчики, пулеметчики, гранатометчики, номера артиллерийских расчетов, заряжающих танков и так далее. В ходе подготовки молодые солдаты выполняли упражнения стрельб и стрелкового оружия, совершали марш-броски с полной выкладкой в горных условиях на 6 километров. Не менее 30% учебного времени, выделенного на тактическую и огневую подготовку, отводилось на занятия ночью. Солдаты, выделенные для укомплектования частей и подразделений ВДВ и специального назначения, совершали учебно-тренировочные парашютные прыжки. С мая 1985 года подготовка молодого пополнения для контингента стала проводиться на территории СССР по пятимесячной программе. Она включала в себя три этапа. Первый – два месяца. Подготовка всех солдат по единой общевойсковой программе. Второй – два месяца. Подготовка солдат-специалистов и подготовка по смешанным специальностям. Третий этап – один месяц. Подготовка солдат всех специальностей в составе сводных подразделений, отделения, экипажа, расчета, в горно-пустынной местности и в горном учебном центре для закрепления приобретенных навыков по своей и смешанной специальностям. Основу обучения в составе сводного подразделения составляла тактическая подготовка, в ходе которой солдаты готовились вести бой в составе подразделения к передвижению различными способами – взаимному прикрытию, огнем, скрытому совершению маневра для захвата господствующих высот, обходу и уничтожению огневых точек, а также решению других задач с использованием вооружения и боевой техники отделения и взвода. Второй и третий этапы обучения молодых солдат заканчивались двух-трехсуточным выходом в горы, где проходило обучение о сохранении боеспособности в тяжелых полевых условиях. В конце третьего периода, кроме того, проводились боевые стрельбы в составе сводного отделения, экипажа, расчета в горно-пустынной местности. Особое внимание уделялось подготовке снайперов и расчетов автоматических гранатометов АГС-17. На эти специальности в ходе первого обучения из всего молодого пополнения отбирались наиболее способные солдаты, которые затем готовились по отдельным программам. Основной формой обучения личного состава на территории СССР являлись комплексные занятия, включающие в себя тактическую тактико-специальную, огневую, инженерную и физическую подготовки. В ходе этих занятий на фоне единой тактической обстановки личный состав получал навыки в тактике действий в различных условиях обстановки, введение огня из закрепленного оружия, преодоление препятствий, поиска минных заграждений и установки своих минных полей. В ходе полевых выходов каждый солдат должен был совершить не менее 5 восхождений в горы с полной выкладкой 30-35 кг и штатным оружием. На подготовку личного состава в горах отводилось не менее 40% учебного времени. И хотя в ходе афганской кампании старались, чтобы были награждены самые отличившиеся в ходе ведения боевых действий, сама система представления государственным наградам оказалась чрезмерно бюрократической и неэффективной. Положение в этой сфере мало изменилось и к концу войны. Командиры отделений, расчетов, экипажей, механики-водители и другие младшие специалисты, саперы, связисты, ремонтники и так далее, готовились на территории СССР в учебных соединениях в отдельных учебных группах по специально разработанным программам, учитывающим особенности службы и выполнение обязанностей в Афганистане. Следующий этап подготовки офицеров проходил уже непосредственно в Афганистане. В течение четырех дней в штабе армии и шести дней в дивизии, либо полку. Вновь прибывшие офицеры на этом этапе изучали военно-политическую обстановку в Афганистане, состав, вооружение, тактику действий противника в горах, населенных пунктах, зеленых зонах и на маршрутах, особенности планирования и организации боевой подготовки в условиях Афганистана, а также проведение занятий по подготовке частей и подразделений к боевым действиям, реализации разведывательных данных, засадам, сопровождению колонн, охране и обороне коммуникаций и различных объектов, особенности экипировки и подготовки вооружения, боевой техники, материальных запасов к боевому применению, руководящие документы, касающиеся непосредственно ограниченного контингента советских войск, рекомендации, пособия и обобщенные материалы, которые были разработаны на опыте боевых действий в Афганистане, и другие вопросы, касающиеся особенностей службы и боевой деятельности 40-й армии. Командирская подготовка офицеров, проходивших службу в частях и подразделениях 40-й армии, организовывались и проводились на пятидневных сборах перед началом каждого периода обучения и на командирских занятиях, проводимых по два дня в месяц в рамках 12-дневной программы боевой подготовки. В установленные дни командирской учебы занятия проводились по всем видам боевой, методической подготовке и воспитательной работе, чтобы в другое время не отрывать офицеров от обучения подчиненных. 70% всего учебного времени отводилось работе на технике и вооружении, 50% для тактической подготовки. Занятия на пятидневных сборах проводились по категориям в учебных группах, в соединениях с командирами батальонов, дивизионов и их заместительными, под руководством командиров соединений, в частях с командирами рот, батарей и их заместительными, и командирами взводов, под руководством командиров частей. В рамках 12-дневной программы командирская подготовка проводилась во второй и третий дни с командирами взводов, под руководством командиров батальонов, в четвертый и девятый дни с командирами рот и их заместителями, под руководством командиров частей, в пятый и девятый дни с командирами батальонов, под руководством командиров частей. Обучение командиров сторожевых застав осуществлялось на сборах при частях продолжительностью 3-5 учебных дней в месяц. На время сборов на сторожевых заставах их замещали офицеры управления полков и батальонов. Главным в обучении офицеров всех категорий считалась выработка у них твердых навыков по организации боевых действий, управлении подразделениями и огнем в бою, всестороннему обеспечению боя в условиях горно-пустынной местности. Ведущий предмет обучения и основа полевой и профессиональной выучки офицеров – это тактическая подготовка. Занятия по ней проводились по мере возможности в горах, в зеленых зонах, кишлаках, ночью. Основной упор был произведен на практическое освоение офицерами тактических способов, форм и методов борьбы с противником, искусственное применение маневра и огня, поддержание непрерывного взаимодействия, приемов управления своими и приданными подразделениями. На занятиях по разведывательной подготовке основное внимание уделялось изучению организации, вооружения и тактики действий отрядов противника. Офицеры учились способом ведения разведки, скрытым действием при выполнении боевых задач, управлению подразделениями, ведущими разведку, ориентированию на местности, определению координат, а также правильному докладу результатов разведки. На огневой подготовке офицеры изучали штатное вооружение подразделений, учились максимально использовать его возможности, управлять огнем подразделений днем и ночью, делать выверку прицелов, приборов ночного видения и приводить оружие к нормальному бою. Занятия по технической подготовке и вождению проводились на штатной технике и, как правило, в комплексе с тактической подготовкой. При этом совершенствовались навыки офицеров в вождении одиночных машин с максимальным использованием их технических возможностей. Офицеры и мотострелки обучались устройству и преодолению инженерных и других заграждений. Главное внимание уделялось при этом вскрытию минно-взрывных заграждений противника. Подготовка прапорщиков проходила аналогично подготовке офицерского состава, а находящихся на офицерских должностях совместно с офицерами. Летный состав фронтовой и армейской авиации, прибывший на замену состав контингента, осуществлял облет районов боевых действий с проверкой техники пилотирования и самолетовождения в горно-пустынной местности на учебно-боевых самолетах. Учился заходить на посадку в ограниченной по размерам охраняемой зоне аэродрома. Летчики осваивали ведение воздушной разведки сначала в слабо пересеченной местности, а затем в горах с обходом районов сильной ПВО в составе смешанных групп на боевых самолетах. Ведущими, независимо от должности и звания вновь прибывших, назначались летчики, имевшие боевой опыт. Следующий этап подготовки – это выполнение боевых задач под контролем летчиков, имевших боевой опыт и находившихся в боевых порядках групп. Наконец, самостоятельное выполнение боевых задач в составе штатных групп. При этом первые 2-3 боевых вылета осуществлялись на цели, слабо прикрытые средствами ПВО. Задачи экипажам усложнялись постепенно в соответствии с приобретаемым боевым опытом. При подготовке штабов всех степеней и групп управления боевыми действиями оперативных групп, особое внимание обращалось на совершенствование их навыков по сбору, анализу данных обстановки, выработке предложений для принятия решений, своевременному доведению задач до подчиненных соединений частей и подразделений и твердому управлению ими в ходе выполнения боевых задач при действиях в отрыве от главных сил в условиях горно-пустынной местности. С этой целью проводились штабные тренировки на местности с привлечением офицеров штабов, командиров подразделений и представителей авиации. Важнейшим элементом подготовки офицеров 40-й армии были различные сборы офицеров-специалистов при управлении армии, а также регулярные военно-научные и научно-практические конференции по разнообразным аспектам боевой деятельности войск, применению вооружения и боевой техники, совершенствованию управлению, обеспечению и т.д. После завершения подготовки молодого пополнения в учебных центрах и соединениях в Советском Союзе и прибытия в контингент осуществлялся ввод в строй сержантов и солдат. Ввод в строй этих категорий военнослужащих проводился на 10-дневных сборах, 5 дней в части и 5 в подразделении. В первые 5 дней проводились занятия по тактике действий противника в горах, кишлаках, зеленых зонах, в пустынях, на дорогах. Демонстрировалось трофейное оружие. Затем показ вооружения и боевой техники части, контрольные стрельбы и штатного оружия. Проводилось ознакомление с минно-взрывными заграждениями противника. Демонстрировались мины маджахедов, порядок и способы их установки, применение мин-сюрпризов. Показывались практические способы преодоления минных полей и других заграждений. Большое внимание уделялось вопросам оказания первой медицинской помощи раненым и эвакуации их с поля боя. По военной топографии личный состав, особенно сержанты, знакомились с правилами ориентирования и определения координат по карте, при нахождении в горах, в пустыне и т.д. Учитывая, что большое количество личного состава несло службу в отрыве от своих частей, проводилось ознакомление с правилами организации питания, водоснабжения, обогрева, медицинского и других видов обеспечения. В последующие пять дней в своих подразделениях прибывший личный состав расставлялся на штатные должности. Ему вручалось вооружение, боевая техника, материальное имущество. Затем проводилось боевое слаживание отделений расчетов экипажей, взводов и рот. После ввода в строй молодого пополнения, плановая боевая подготовка и боевое слаживание подразделений проводились в поле при вооружении и технике по нормативам и условиям упражнений, которые были предусмотрены для действий в горах, в пустыне, в населенном пункте. Боевая подготовка на территории Афганистана осуществлялась для подразделений, принимавших участие в боевых действиях по 12-дневной программе, для подразделений, в силу специфики, не принимавших участие в боевых действиях по 18-дневной программе, для подразделений, несущих службу на сторожевых заставах 22 дня в месяц по 3 учебных часа в день, для подразделений, назначенных для сопровождения транспортных колонн на срок 3 месяца и более, первоначально по 12-дневной программе, а в последующем по одному дню в неделю, как правило, перед выходом на выполнение задачи. Для подразделений, назначенных для ведения засадных действий, первоначально по 12-дневной программе, а непосредственно перед выходом на задание, с ними проводились трехдневные занятия. Боевое слаживание подразделений осуществлялось в ходе тактико-строевых, тактических занятий, на стрелковых тренировках, при выполнении учебных стрельб, а также при выполнении боевых задач и несении боевого дежурства. В ходе тактико-строевых и тактических занятий и учений совершенствовались навыки личного состава по огневой, разведывательной, инженерной подготовке и другим предметам обучения. Учебные цели на каждое занятие по тактике определялись с учетом боевых задач, которые предстояло выполнять подразделению. Схема 12-дневной программы боевой подготовки для мотострелковых, танковых, артиллерийских и других родов войск включала в себя в первые три дня подготовку техники вооружения и материально-технических средств, проведение обслуживания боевой техники в объеме ТО-1 и ТО-2, следующие три дня одиночную подготовку солдатам, сборы снайперов, расчетов АГС-17 и 82-мм минометов под руководством заместителей командиров батальонов. Седьмой день – боевое слаживание отделений расчетов экипажей и подготовка нештатных саперных отделений. Восьмой день – тактико-строевые занятия взводов, боевая стрельба в составе взводов. Девятый день – ротные тактические учения с боевой стрельбой или тактико-строевые занятия. Десятый день – батальонные тактико-строевые занятия. Одиннадцатый – обслуживание техники и вооружения, пополнение запасов материальных средств, загрузка расчетного количества боеприпасов и других материальных средств на боевые и транспортные машины. Двенадцатый день – проверка готовности подразделений к выполнению боевых задач. Если после завершения 12-дневной программы подразделение не выходило на боевые действия, то занятия по этой программе продолжались, начиная с четвертого дня типовой схемы. В соответствии с этой же схемой штабы в девятые и десятые дни проводили радиотренировки по управлению подразделениями с использованием документов скрытного управления бойсками в звене полк батальон рота и батальон ротовзвод. В одиннадцатый день проводилась двуступенная командно-штабная тренировка со средствами связи на местности, применительно к характеру предстоящих боевых действий. Всего по 12-дневной программе учебного времени по предметам обучения на одиночную подготовку и подготовку подразделений распределялось следующим образом. Политическая подготовка – 2 часа, тактическая подготовка – 30 часов, огневая подготовка – 16 часов, инженерная подготовка – 12, разведывательная подготовка – 2 часа, военная топография – 2 часа, медицинская подготовка – 2 часа, строевая подготовка – 1 час. В ходе 12-дневной программы боевой подготовки на занятиях с личным составом основное внимание уделялось практическим навыкам в обращении с оружием, знанию его устройства, тактико-технических характеристик. Каждый военнослужащий, независимо от срока службы, обучался правильно выбирать и занимать место для стрельбы, оборудовать окопы с использованием подручных материалов, уничтожать противника в зданиях, обнесенных дувалами, в пещерах, ущельях и в населенных пунктах. Особое внимание уделялось выработке выносливости личного состава, умению переносить длительные физические и психологические напряжения, привитию воинам таких черт характера, как мужество и смелость. Весь личный состав учился оказывать первую медицинскую помощь и выносить раненых с поля боя. Командирам соединений и частей, исходя из особенностей и условий местности в районе дислокации, характера и сроков выполнения боевых задач, степени обученности личного состава, разрешалось уточнять содержание занятий, количество учебного времени, отводимого на их проведение, сроки подготовки подразделений, формы, методы и время в суток проведения занятий, не изменяя при этом общего количества учебного времени, отводимого на обучение. Большое внимание уделялось боевой подготовке личного состава на сторожевых заставах, который нес службу в течение 3-6 месяцев фактически в отрыве от своих частей и подразделений. Продолжительность учебного дня для личного состава была установлена 3 часа в день, 22 учебных дня в месяц. Первая неделя каждого месяца выделялась для одиночной подготовки военнослужащих, независимо от их военной специальности. Вторая неделя включала подготовку и слаживание отделения, расчета и экипажа. Третья – слаживание взвода, а четвертая – слаживание роты, там где это было возможно. Занятия на заставах организовывались на том вооружении и боевой технике, которыми они были оснащены непосредственно на огневых позициях. При планировании и организации занятий по подготовке частей и подразделений разрабатывались. В соединениях. Планы подготовки частей и подразделений к ведению боевых действий на год. План-календарь основных мероприятий на месяц. Сводное расписание подготовки частей и подразделений соединения к ведению боевых действий на месяц. В полках. Планы подготовки подразделений к ведению боевых действий на период. План-календарь основных мероприятий на месяц. Сводное расписание подготовки подразделений к выполнению боевых задач на месяц. В батальонах. Планы подготовки к ведению боевых действий на месяц. Сводное расписание подготовки подразделений к ведению боевых действий на месяц. В ротах – сводное расписание подготовки личного состава к ведению боевых действий. В учебное время, но не в рамках 12-дневной программы, входил анализ результатов подготовки и ведения боевых действий подразделений. В первые два дня после возвращения подразделений с боевых действий со всеми военнослужащими по категориям проводился анализ результатов подготовки и ведения боевых действий. Ставились задачи по устранению вскрытых недостатков. В этот же период проводились партийные и комсомольские собрания, а также санитарно-гигиенические мероприятия и отдых личного состава. Политика воспитательная работа среди личного состава ограниченного контингента советских войск в Афганистане имела целью мобилизацию солдат, сержантов, офицеров и служащих советской армии на качественное выполнение боевых и других задач и возложенных на них функциональных обязанностей, перестройки в короткие сроки их сознания и психологии на военный лад. Она организовывалась и проводилась в соответствии с требованиями, изложенными в руководящих документах политического руководства и в целом не отличалась от аналогичной работы, проводимой в вооруженных силах Советского Союза. Вместе с тем, при организации и проведении политико-воспитательной работы, учитывалось, что личный состав туркестанского военного округа длительное время находился в спокойных условиях мирной жизни, так как почти весь послевоенный период на этом операционном направлении не создавалось острых ситуаций, что в какой-то степени породило у многих военнослужащих элементы благодушия и беспечности. Значительная часть офицерского состава продолжительное время выполняла свои обязанности в условиях сокращенных частей и подразделений и не имела достаточного опыта работы по управлению развернутыми подразделениями, не говоря уже об организации боевых действий. Большинство соединений и частей 40-й армии при ее развертывании перед вводом в Афганистан укомплектовывалось военно обязанными запасом, офицерами и солдатами, представлявшими преимущественно коренные национальности Южных Республик Союза. Учитывалось также, что соединения и части контингента занимались не обычной боевой подготовкой, а выполняли реальные боевые задачи совместно с афганскими частями и подразделениями в сложной и своеобразной внутриполитической обстановке страны пребывания на сложном театре военных действий. Многие подразделения длительное время находились в отрыве от мест постоянной дислокации своих частей, выполняли самостоятельно ответственные задачи по охране различных объектов, коммуникаций, по перевозке грузов автомобильным транспортом. Осуществлялось постоянное перемещение значительной части личного состава в связи с заменой и излечением в госпиталях. Особый оттенок организации и проведению политико-воспитательной работы придавало то, что боевые действия велись против ир регулярных формирований и имели конечные задачи не только и не столько разгром конкретного противника, но достижение определенных политических целей, расширение контролируемых правительством зон, создание предпосылок для укрепления местных органов власти, нормальных условий для жизни населения. Боевая деятельность ограниченного контингента в Афганистане была весьма разнообразной по решаемым задачам, поэтому и воспитательная работа имела многогранный характер. Основными активными формами воспитания воинов были политчасы, марксистско-ленинская подготовка офицеров, политическое и боевое информирование. Политчасы проводились три раза в неделю, продолжительностью 40-50 минут, методом, рассказ, активная, развернутая беседа. Тематику политчасов определял политический отдел соединения. В нее, кроме тематического плана политической подготовки, утвержденного главным политическим управлением Советской Армии и ВМФ, включались также темы, непосредственно относящиеся к боевым действиям в данном районе. Направленность политчасов позволяла вплотную приблизить политические занятия к боевым задачам, обострить у личного состава чувство ответственности за их выполнение, боевую настороженность. При организации этой формы политической учебы, командиры и политработники использовали богатый опыт Великой Отечественной войны. Организуя политические занятия в форме политчаса, руководители групп добивались, чтобы они более эффективно воздействовали на сознание и чувство людей, чтобы строго соблюдался принцип единства слова и дела, чтобы они были эмоционально насыщенными, динамичными и мобилизующими, с яркими и запоминающимися примерами. Политическое информирование личного состава производилось ежедневно. Тематика охватывала все важнейшие вопросы внутренней и внешней политики и жизни Советского Союза, обстановку в Афганистане и мероприятия афганских властей в зоне ответственности соединения и части. В боевом информировании до личного состава доводились все имевшиеся данные о противнике и о способах его действий. Разъяснялись задачи части и подразделения и условия их выполнения. Раскрывались конкретные факты, эпизоды из боевой практики, героические поступки воинов. С целью политического и боевого информирования проводились индивидуальные и групповые беседы на привалах, аэродромах, площадках десантирования, в перерывах между боевыми действиями. В оперативной информации о героических поступках воинов важная роль отводилась боевым листкам и листкам молниям, походной наглядной агитацией. Оправдала себя такая форма работы, как фотографирование и демонстрация захваченного у противника оружия и боеприпасов. Широко применялись и другие формы политического воздействия. Политическая учеба, лекционная пропаганда, массово-политическая работа, печать, радио, кино, литература, обращение к опыту Великой Отечественной войны, встречи с героями Советского Союза, получившими это звание в Афганистане, слеты награжденных советскими и афганскими орденами и медалями, тематические утренники, вечера мужества, обмен опытом ведения боевых действий. В идеологической работе широко использовались знаменательные и памятные даты, годовые праздники частей, торжества по случаю награждения частей и соединений государственными наградами. Большую роль играли комнаты и музеи боевой славы, мемориальные уголки, комнаты советско-афганской дружбы, оперативно сменяемая наглядная агитация на территории пунктов постоянной дислокации частей. Казалось бы, о каких политчасах и политическом информировании можно говорить в современных условиях? Однако не стоит недооценивать важности этих вопросов. О формах, способах и методах, естественно, можно спорить. Руководство Российской империи и Отечественных вооруженных сил в ходе Первой мировой войны откровенно недооценивало важность политического ориентирования личного состава армии и флота. Однако идеология не терпит пустоты. Я образовавшийся в вакуум тотчас был заполнен разного рода окопными правдами. Результат нам известен. Полное разложение военной организации империи. Фактический проигрыш, войны и гибель государства. В заключении следует подчеркнуть следующее. Рассматривая итоги боевой деятельности всего личного состава ограниченного контингента советских войск в Афганистане, можно сделать вывод. Соединение части и подразделения вооруженных сил Советского Союза впервые после Великой Отечественной войны сформировали новые боевые традиции. В делах и поступах личного состава контингента проявлялось все самое лучшее, что было присуще нашим воинам, сражавшимся в Испании, Монголии, в Корее, во Вьетнаме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok